Всем привет, добро пожаловать на канал Плэдхом. Мы с вами продолжаем наше морозное выживание и вы посмотрите, кто к нам начал захаживать. Как только кусты начали давать ягоды, эти животные начали сюда постоянно подходить. Я не знаю, как их называть, будем называть их, предположим, куропетух, они реально похожи и на куру, и на петуха, и хрен знает на кого еще. Я, естественно, его убивать не стану, хоть какое-то живое существо рядом с нашим домом, рядом с нашей базой, главное там в снегу, чувак, не упади. А то мне смухи еще становится скучно, я к нему подойду, начну с ним разговаривать, а он все молчит, молчит и молчит, и так можно и, короче, кукуху, как говорится, дать. Поэтому, да, так хоть какое-то живое существо рядышком с нами будет. Что же касается наших изучений, в общем, я нашел еще один сундучок с исследованиями и изучил пилон. То есть он теоретически нам должен давать разветвитель, тот самый, который нам будет позволять законыкчивать несколько построек. Но у нас это, походу, не работает, почему? Потому что, опять же, для него требуется эта сраная, как называется-то, железная проволока. Поэтому либо надо ее дальше искать, либо надо дальше что-то открывать, поэтому пока это нам все дело не поставить. Но я посмотрел в скринах и в маленьком ролике у разработчиков в Твиттере, там у них есть этот пилон, он ставится и как раз-таки, как в Satisfactory, разветвителем он работает. То есть это, в принципе, рабочая хрень, надо только до нее как-то докопаться и дойти. Значит, что мы сегодня делаем? Я предложил в предыдущей серии, чтобы мы с вами просто погуляли по территории, посмотрели, познакомились с тем, что нас окружает. Большинство из вас поддержали, поэтому сегодня такая будет исследовательская серия. Посмотрим, что тут вообще у нас есть. Кстати, по поводу снегохода. У него загорелась индикация энергии, то есть это был какой-то некий баг. И я вам скажу, ребята, так, эта хрень очень быстро заканчивается. Смотрите, то есть мы начинаем отсюда выезжать, и полоска моментально начинает сжираться, просто моментально. То есть на большие расстояния на нем, наверное, будет нам не уехать. Только разве что где-то по территории кататься, там собирать мелкие ресурсы, ну или просто заниматься подфармом. Поэтому, наверное, все-таки путешествие на снегоходе я предлагаю отложить, иначе мы его просто срем. А это не очень бы хотелось, поэтому мы его обратно запаркуем. Вот сюда, где он у нас, в принципе, стоял, да? Ой, мы куст сломали. Черт, хреново. Ну, ладно, вырастет другой, у нас семян очень много. Да, мы, значит, его запаркуем и прогуляемся пешим ходом. По поводу инвентаря, у нас сейчас все пусто, то есть я все выложил, и мы готовы с вами отправляться в путь. Только вот самый главный вопрос, я дальше Тегорника не уходил, и даже без понятия, куда стоит нам идти. Ну, давайте, наверное, попробуем. Давайте вообще пойдем туда, откуда мы с вами пришли. Может, есть что-нибудь интересненькое у нас там. По поводу всяких камней, мы с вами ничего это собирать не будем, потому что у меня около 10 стаков железа, и там, может, стака 2 уже переплавленной меди. Смысла нам в этих ресурсах сейчас абсолютно никакого нету. Ну, и чтобы не тратить время на фарм, лучше просто занимаемся изучениями. Периодически, конечно, будем, как сейчас, вот, чекать территорию, в надежде, что мы здесь можем что-то найти. Так, а, слушай, смотри, у нас здесь, видишь, что-то там загорается, то есть какой-то есть ресурс, но здесь либо нужен какой-то другой ледоруб, да, либо, либо, либо лопата, кстати, как вариант. Да, потому что я посмотрел у разработок, как они лопатами работают, они, в принципе, очень неплохо расчищают территорию, но земли на данный момент нету, то есть, все равно, как бы, ты не сможешь до самой почвы дарыться. Только небольшой сделать слой. Вот, говорил, ничего собирать не буду, а сам иду и фигарю металл, вот эти, да, обломки металла. Ну, они нам пригодятся по-любому, поэтому будем их брать. И, кстати, решил, что больше переплавлять эти металлы я тоже не стану, только уже добытую руду. Потому что именно эти обломки, они требуются для дальнейших крафтов. Ну, как же, точнее, так же, как мы с вами и делали изучение... А, это что у нас мигает? А, это кусты, да? Точно так же, как мы с вами делали изучение и изготовление стального, стального вот этого лома. Ой, господи, лома, как он называется-то, ё-моё. Ледоруб, да, во, точно, забыл название. Посмотрим, что у нас с этой стороны есть, за этой скалой. Хотя, скорее всего, тут нифигашеньки у нас и не будет. А, хотя, смотри, подожди. А там, вон, есть какой-то маяк. Маяк и лёд. Я думал, это всё конец карты. А, нихрена себе, посмотри. Стоп, там, получается, какой-то разбитый маяк у нас имеется. Но он уже у нас не работает. А тут вообще реально дойти? Ну, наверное, дойти-то реально было бы, конечно, всё-таки лучше и комфортнее добраться с помощью нашего снегохода. Но, блин, это дорогу в один конец. Однозначно его всрём. Мы можем провалиться, интересно? Ну, не очень бы хотелось. Вот прям совсем бы не хотелось здесь помирать. Здесь никто ей руки и палки не подаст, как говорится. Сыкотная хрень. Сыкотная, да. Ну, ладно, посмотрим, что у нас тут имеется. А, он просто замёрзший бой. Хм. Так, опасность. А тебя добыть-то как-то можно? Или ты просто... Скорее всего, он... Да, скорее всего, он не кликабельный. С ним ничего сделать, наверное, уже нельзя. И тоже... И достать из него тоже, наверное, уже ничего не получится. Тогда пойдём попробуем дотуда добежать. Посмотрим, что около той вышки. Слушай, какие огромные территории здесь, слушай. Это, конечно... Это, конечно, классно. В принципе, как сама игра. Если разрабы на неё не забьют болт, то, соответственно, это будет достаточно интересный проект. По поводу Long Dark я начал читать комментарии. Многие писали, что Long Dark это намного круче игра. Там много всего есть. Ребята, давайте сделаем так. Мы не будем сравнивать ту игру, которая ещё не вышла. Эта игра ещё в альфа, в ранней альфе находится, да, версии. Она начала, говорит... Ну, где-то в середине того года только начала разрабатываться. А Long Dark уже тысячу лет. Ну, в кавычках, естественно. Поэтому... Ну, это абсолютно некорректное сравнение. Поэтому давайте будем брать для каких-то, может быть, объективных тестов. Это только игры, которые уже плюс-минус одинаково вышли. Тогда да. А, в принципе, сама тематика льда и замёрзших территорий... Ну, это далеко не ново уже, конечно же. Тут я готов это всё дело признать. И есть ещё интересная игра... Упс. Игра, интересно, называется Ice. Выживание на ледниках. Если интересно, мы можем с вами сделать по ней тоже прохождение. Ну, а нам, походу, до туда не добраться. Слушай, ну, это плохо может кончиться для нас. Что-то прямо вот хрустит под ногами. И не просто стандартный звук, а какой-то другой. Надо очень, очень, очень аккуратненько проходить. Хотя, смотри, здесь, по-моему, даже меняется цвет, да, на льду. Возможно, он здесь более тонкий, что ли. А то сейчас останемся, как ледники, которые уходят на рыбалку, да, зимнюю. На льде не будем дрейфовать. Слушай, ну, прямо как-то... Это максимально неуверенное движение, если честно, я сейчас делаю. И в реальной жизни я вообще навряд ли буду поперс его. А ради чего? Ради этой херни, которая замерзла? Ну, такое себе. Сейчас, смотри, тьма наступает. Темнеть начинает, да. А прикиньте, это специально так сделано разработчиками, что до сюда эта фигня работает, как некий маяк, как зазыватель для всяких исследователей, типа нас с вами. Чтобы мы сюда пришли и где-нибудь провалились под лед. Вот это будет фейл. Да. Такое, кстати, тоже возможно. Вполне. Но что-то мне подсказывает, что мы абсолютно зря сюда идем. Здесь ничего такого нету. И, наверное, ничего такого уже и не будет. Ну, да. Ну, да, ну, да, ну, да. Вообще ничего нет. Ты посмотри. Ладно. Зря так и сюда шли. Конечно, нас это сюда манило. Мы добрались, посмотрели, поняли, что зря. Есть смысл теперь возвращаться обратно. Господи, как далеко идти. Ну, хотя для меня далеко, а для вас бац, и мы уже там. Вы только, кстати, посмотрите температуру, которая находится у нас здесь, в этом месте. Минус 200. 218 градусов. Ты представляешь? Это, ну, это анбеливый был какой-то. Это просто анбеливый был какой-то. Интересно, а если сканер здесь использовать, что-то покажут нам в этих льдинах? Да не, навряд ли. Это абсолютно пустая территория. А вон там вдалеке, как раз-таки, куда я сейчас показываю, с центральным курсором, там, походу, что-то еще у нас стоит. Ну, судя по силуэту, аналогичный буй. Ну, пойдем посмотрим, что там будет. Причем, смотрите, около этого буйя, да, у него что-то еще тут, или какой-то остров, или маленький, да, есть. Надо посмотреть, что на нем тоже находится, может быть, изучим. Тем более, там видно, что кусты растут. Теоретически, там что-то должно быть. Ну, а что будет практически, сейчас посмотрим. Что это такое? Серьезно? Что это? Ты смотри, какая-то статуэтка, как некий Оскар в виде исследователя. А тебя достать-то можно вообще, дружище, или нет? А он вообще никак не поднимается. Ты посмотри, он замерз во льдах, и... Хреново, хреново. А, во, как раз кисет пришел, точнее, день пришел. День пришел, день настал, ё-моё. Не, не кликабельный и не собирабельный, абсолютно. Жалко. А что на острове есть? Слушай, а может быть, как-то можно это все дело с помощью сканера пробить? Пенек есть, кусты, и что-то здесь, походу, заныканное у нас. Во. Камень, камень, и еще раз камень. И все, больше ничего. Ну да. Ладно, пойдем тогда дальше, посмотрим на ту сторону, переберемся обратно уже на большую землю. Потому что по льдинам и по льдам вообще гулять нет смысла, хотя вон там еще какие-то островки у нас имеются. Но мы с вами уже ученые, наверное, пока нет смысла туда возвращаться. Так, классно идти по земле. Вообще, слушайте, даже в игре это очень сильно чувствуется. Там идешь и не знаешь, а что может произойти? А вдруг реально какой-нибудь разлом, а вдруг какая-то отречина, а вдруг провалишься. А тут идешь и уверенный. Хотя, с другой стороны, ну, такая здесь уверенность. Все-таки, когда все завалено снегом, может быть, какая-то яма, да, ее слегка припорошила. Потому что все дело, естественно, навалило большим снегом и, так скажем, замаскировало. Можно тоже провалиться, не кисло. Поэтому, ну, хотя я думаю, здесь в игре это не предусмотрено, поэтому идем смело и ничего не боимся. Сейчас на гору заберемся. В смысле? Серьезно? Подводная лодка? Охренеть! Ничего себе слушает. Пойдем мы сейчас изучим, мне только надо вот этот хребет посмотреть до конца, что тут есть у нас по бокам. И засканим все. Слушай, ну, подводная лодка, это, конечно, это, конечно, разработчики дуру дали. Пойдем. А, там еще есть сундуки, смотри, разбросанные есть. Сейчас мы зачекаем. Кстати, смотрите, тут у нас еще есть какие-то новые растения. Но они у нас не собираются, по-моему, вообще никогда. Первый раз такое здесь вижу. Мы вроде с вами видели только обычные вот такие кустарники, без листьев, без сего. А здесь прямо листья торчат. Прикольно. А это что такое? Это провод какой-то или что это? Там вон земля, кстати, смотрите, видна коричневое пятно. А, не, слушай, это не провод, это склейка территории. Ясно. Слушай, подводка, конечно, это круто. Это очень круто. Видите? Блин, аккуратно. Так, у нас, если что, бундаши есть, поэтому захилимся. Вот будет прикол, если там кто-то остался в живых. И, знаете, там сейчас сидит, греется, ждет помощи. Кстати, смотри, еще одна статуэтка. Да. По поводу статуэток, я думал, их можно собирать. Но у разрабов написано, что надо найти все абсолютно статуэтки. А, слушай, мы можем, скорее всего, освободить ее. Надо найти все статуэтки, и тогда получишь игру. Во время релиза бесплатно. Поэтому, там, по-моему, даже у них почта была указана, куда-то все надо отсылать. Угу. А сколько всего, интересно, статуэток? Пока мы, получается, с вами нашли две. Ладно, давай забираться на подлодку, но сначала посмотрим, что есть в сундуках. А, ну, здесь у нас блюпринты. Это по стандарту. Нам как раз какие-нибудь сейчас пригодятся, чтобы дальше что-нибудь можно было исследовать. Здесь, получается, у нас было только две коробочки, да? Или я пропустил что-нибудь еще? Слушай, да, только две. А забраться можно? А, смотри, там даже люк. Вон, видно, что он открытый. Сейчас заберемся. Так, конечно, еще махина. Слушай, ну это, конечно, классно сделано. Это действительно очень классно сделано, необычно. То есть, я мог здесь ожидать все что угодно. Где-то там, может, упавший самолет. В принципе, по классике жанра таких игр, да? Постоянно где-то в горах валяется какой-нибудь разбитый самолет, который потерпел крушение. Но чтобы подлодка была, это круто. Ну, видно, такая еще не совсем текстурированная, но все же. Опачки. Ну-ка. Так, стоп. У меня еще жопа сюда не вылезает. Слушай, походу, да. Не, а это реально... Подожди, стоп. А это реально вообще забраться туда? Не, ну... Не, ну это не серьезно. Подождите. Стоп. Люк у нас не кликабельный. А здесь ничего не кликабельное. Хотя, с другой стороны, по-моему, и внутри там ничего такого нету, да? Просто лед. Хотя, смотри, там лесенка какая-то есть. Которая будет выводить, опять же таки, наружу. Не, а мне сюда не забраться. Вообще никак. То есть, вот, ни вперед, ни назад. Видишь, прям по воздуху иду. В общем, это, скорее всего, просто декор и не более чем. И да и вроде ничего такого внутри там не вижу. Хм. Не, никак. Абсолютно никак не забраться туда. Слушай, жалко. Но было бы прикольно. Было бы прикольно посмотреть. Такой чисто, знаете, как монумент здесь стал и все. Хорошо. Здесь мы тогда с вами все, получается, уже ободрали. Пособирали. Отправляемся дальше вот на эти горы. Знаете, что подумал? Вот бегаем мы тут с вами так пешком по всем этим территориям. С задается вопросом. А нахрена тогда снегоход, если у него такой маленький запас хода? Либо, наверное, брать его и крафтить топливо, да? То есть, и постоянно его заправлять. Ну, потому что на одном этом заряде, ну, он далеко не уедет. Даже машинки в астронире, которые заправлялись также с помощью этих шлангов, с помощью солнечной там энергии, и их на дольше хватало. Здесь как-то потребление, ну, очень быстрое происходит. Очень быстрое. И что нас здесь ждет? Во-первых, кстати, начали как-то текстуры резко проваливаться. Здесь очень опасно ходить. Как бы не забаговаться и не крашнуть игру. Вообще, как бы не хотелось бы этого, чтобы произошло. Блин, походу, именно это и произойдет. А, мы еще, смотри, сквозь гору провалились и слегка потеряли хпшку. Ну, с одной стороны, конечно, это резонно и логично. Но текстурный бак, это не айс. Что у нас тут есть? Железо, железо, снежок и... И еще один снежок. Можно, конечно, будет лопату замутить и, как и говорили ранее, поставить пачку снеговиков, чтобы нам было совсем не скучно. Потому что именно в такой среде кукуха может быстро дать. Да. Они еще так смотрятся, смотрите, сундучки. Как какие-то мины вылезают. Наступишь и все, я отъехал. А сколько мы, кстати, с вами уже насобирали этих блюпринтов? 11 штук. Ну, конечно, мало. Не хватит нам для полного изучения, но нам этого хватит для того, чтобы перейти на тир номер 3. То есть мы сможем игродануть нашу башню. Хотя, с другой стороны, нафиг нам этот тир 3? Просто тупо изучение самого тира, да? Нам бы важно какие-то еще постройки получить из второго тира. Там была какая-то хеллинг стейшн, то есть, я так полагаю, она нас будет лечить. То есть некая аптека, что ли. Там были какие-то еще дополнительные постройки. Надо будет посмотреть. Причем они были дешевые, там по 2, по 3 единицы. А тир 3 вроде 10. 10 стоило, если не ошибаюсь. Да, так за один раз можно сразу всего лишиться. И, по сути, ничего другого мы не получим. Ну-ка, тут есть что-нибудь у нас? Такое местечко хорошее. Давай, наверное, заберем еще раз обломки металла. И вот тут еще посмотрим. Ох, нихрена себе, это я по воздуху так иду. Вы еще посмотрите, тень какая у него. Кирку эту держат так высоко. Слушай, а почему мы его прошли-то? Там уже ничего не было. Во. Нихрена. Нихрена себе, такая небесная лестница. В никуда просто. Точнее, из ниоткуда. Территория, конечно, в этой игре, ну, не самая маленькая. Есть где погулять, но пустоватая еще. Ну, с другой стороны, понятно, это альфа-верс. Она еще находится там в процессе наполнения. Наполнение, но так, чтобы скоротать время, пора бздиться, как говорится, по локациям. О, посмотри, какой у нас здесь лес. Мы, кстати, с вами еще до сих пор топор не сделали и не видели, как вообще выглядит рубка дерева. Будет тоже интересно глянуть. Туда, наверное, вниз нет смысла спускаться. Никаких ящичков, ничего не отсвечивается. Текстур тоже нет. Поэтому будем поворачивать налево, да? И куда-нибудь обратно уходить. Походу, сейчас вся локация будет замыкаться и обратно нас выводить. А, вот здесь что-то у нас есть, эти мешочки. Блин, было бы классно, если бы мы нашли в одном из мешков какую-нибудь металлическую эту проволоку, железную проволоку, да? И не обязательно нам было бы ее фармить. Тем более нам нужна там всего лишь одна единица. Вот буквально одна, чтобы мы могли поставить эти странные разветвители. А так, а так надо ее искать. Искать, делать и изготавливать. Черт, как нам здесь спуститься-то, а? Попробуем денеть вот здесь. У нас еще большое количество миди, вот смотрю, валяется. Надо будет попармить потом, если что, прийти сюда. А еще заметил тот момент, что как раз таки, чем ближе мы к нашему маяку, тем становится теплее. И это работает как некий радар. На данный момент у нас нету никакого обледенения, замерзания. Потом у нас, когда уже игра будет больше как-то разворачиваться, естественно, появится и шмотки разнообразные, и маски, и банданы, и все, что, короче, у нас будет позволять согреть. В общем, пока на данный момент все у нас не работает, и остается просто ждать, ждать, ждать обновлений. А, это что такое? Пещера какая-то, или что? Не, показалось. Да, здесь тупик. Вот таких тупиков здесь везде целая куча. Просто целая куча. Ну, я эти моменты, ребята, вырезаю, чтобы вы просто не смотрели вот на эти все заходы в никуда. А, что это у нас такое? Блин, еще один лед. Вот махарина. Лед прятать в бочке в этой, да, в этом контейнере. Вот просто зачем? Да и самое главное, как он там образовался? Ну, понятно, что там какие-то капельки воды могли появиться, как резко посветило, а? Да, и все-таки, естественно, кристаллизовалось и превратилось в лед. Но, нет, как сбор, это нам пока точно не нужно. А где наш маяк-то? Я что-то, если честно, так малость потерялся. Не понял, где мы находимся, куда нам идти. По-моему, куда-то в ту сторону. То есть, если мы с вами обходили вокруг подлодки вот здесь, за этой большой скалой, то есть, нам, получается, надо идти куда-то вот сюда. Эх, где мои саночки? Тут на что? Опять железо. Еще один сундучок. Ну, давай, удиви меня, пожалуйста. Да, боже, нет ни одной железной проволоки. Вот всякое говнище валится, но вот не то, что нужно. Подножие горы, такой неплохой здесь лесок, но он тоже у нас абсолютно пустой. Нету никаких нычек и никаких интересных мест. Ну, да, в общем, надо там поворачивать налево и потихоньку выдвигаться в сторону поисков нашего маяка. Но теоретически он должен быть вот здесь, в том направлении. Это такого цвета. Ну-ка, что тут находится у нас внутри? Блин, один лед и железо опять, а? Первый раз он увидел такого с фиолетовым переливом. Сундучок. Нихрена себе. Вот это вид. Да. Значит, с правой стороны у нас уже все пусто, а вот этот ледник, я думаю, стоит до него добежать, посмотреть и изучить. Каждую секунду нажимаю на радар, вдруг что-то увижу, но нет. Это абсолютно пустая территория. Вот если около нашего маяка еще какой-то был экшон, да, животные, там попадался всякий хлам, то здесь вообще ничего нет. То есть это территория для, наверное, будущего развития игры. Пока здесь делать нечего. Я имею в виду территорию. Опасно, если честно, на все эти ледники так забираться. Можем шмякнуться или забаговаться в текстурах. Это будет, конечно, не самый хороший исход. Так, у нас какой-то матери... А, это у нас медь. То есть ничего сверхнового, опять же, да? Ладно, то обходим по правой стороне и, надеюсь, выйдем уже к нашему маяку. А, у нас еще какой-то маяк и сундук. А, нет, стоп, я знаю это место. Да, это сундук. Я здесь как раз-таки собирал, когда бегал, изучал территорию. Я здесь видел... Точнее, я здесь забрал блюпринты. Вот. А, это маяк, где мы брали с вами квадроцикл. То есть все потихонечку замыкается. А вот на эту, интересно, ледину можно забраться? М-м-м. А вон там справа теоретически есть проход. А наверху растет кустарник. То есть теоретически, опять же-таки, там что-то возможно. А практически, ну, надо искать и пробовать. Вот дела. А меня вперед не пускают. Здесь невидимая стена кайта стоит, видите? Не пропускает нам туда дальше идти. Понятно. Короче, надо спускаться, в общем. Но у нас, если что, бандаж есть, поэтому спокойно сможем перевязаться. Хотя, с другой стороны, нам даже это не пригодилось. Нормально упали. И даже невысоко здесь было. Обратил внимание, что над маяком, когда мы с вами здесь были, там тоже есть два сундука. Но почему-то я их не собрал. Я их так и пропустил. Хотя, если честно, я тут пытаюсь еще параллельно как-то забраться на эту скалу. Но, точнее, на этот ледник. Но что-то, мне кажется, это нихрена нереально. Потому что все время начинает... Да, ну, туда не забраться. Это чисто так уже сделано. Некими ограждениями. Давай лучше заберем вот эти сундучки. Так, у нас что здесь появилось? Блюпринт. Нихрена себе, просто из воздуха. Здесь плюс еще одна статуэтка. Кстати, о птичках она прямо в воздухе у нас висит. И, да, ну, она ничего с ней не сделает. А здесь у нас нынче что? И здесь у нас пачка блюпринтов. Забираем, и замечательно. Можно будет спокойно возвращаться на базу и выформить, изучить абсолютно, наверное, все. У нас, тем более, 20 очков для исследования. Дом. Милый дом. Ну что ж, подключаем тогда... А, у нас так, кстати, он подключен на наш исследовательский стол. И что же мы тогда с вами выберем? Раз у нас пилон, значит, пока не работает. Давайте попробуем выбрать этот Хеллинг Стейшн. Два очка. Слушайте, знаете что? А вдруг надо для того, чтобы работал бур, использовать гранат, вот этот Гриндер М1. Да, и она будет показывать, где какая-то находится порода. А, вы, прикиньте, возможно, это именно так и работает. Причем, смотрите, граната М1 и памп М1. Хм. Надо изучить, надо изучить. Это выучили. Дальше ставим теперь это. Боже, как долго изучается. Охренеть. Готово. Так, генератор. А, смотри, чтобы генератор, получается, надо Fuse M2 выучить сначала. То есть 4 плюс 4 у нас уйдет 8. А сколько у нас осталось? Очков 16. Хм. Так, а что у нас еще, да, получается, здесь можно будет выучить? Хилл Стейшн второго уровня. Ладно, это пока мы пропустим. Ресерч, кстати, второго уровня. А давай-ка его выберем. Может что-то новенькое сейчас откроется? Или, может быть, просто будет скорость изучения быстрее? Нет, здесь у нас ничего нового не добавилось. Здесь эти обычные сундуки. Ну и по инвентарю то же самое. То есть ничего у нас не добавилось. Да, скорее всего, это скорость. Скорее всего, это просто скорость. Ну что, рискнем. До генератора дойти. Хватит нам? Не хватит? Да, должно хватить. 12 очков у нас есть. Давай пробовать. Значит, тогда мы ставим сейчас Fuse M2. А за ним сразу генератор. И смотри, у нас еще, кстати, печка есть второго уровня. Ну-ка, давай попробуем. Потому что она какая-то будет поинтереснее сама по себе. У нас осталось два очка исследований. И что нам выучить на них, чтобы посмотреть? Так, ну топор, наверное, все-таки изначально слышен. Хотя, может, ну, не знаю. Но это давай попробуем выбрать. А мы пока посмотрим, что у нас появилось в 3D принтере. Так, значит, буровые есть. Вот у нас грендер. Сейчас мы ее сделаем. О! Самый главный вопрос. Как эта штука теперь работает, да? Смотрим. Так, скорее всего, это у нас что? Это то, что мы сможем забрать, да? Мы сейчас тебя вытаскиваем. Вот сюда куда-нибудь поставим. Временно. Дальше что мы здесь можем еще изготовить? Так, печка второго уровня у нас где-то была. Почему-то она у нас не появилась. Возможно, она, кстати, сама по себе модифицируется. Если мы ее сейчас забабахаем. Ну-ка, попробуем. Сколько она там стоила у нас? 6-4. У нас все это, в принципе, есть. Поэтому сейчас изучим. Хотя, смотри, даже внешне она выглядит точно так же. Ни хрена разницы нету. Второго уровня. А что? А ну-ка, внутри может у тебя что-то будет больше? Сейчас проверим. Мы нашу первую отключим. И пока временно законнектим у тебя. А, так нет, один в один. То есть ничего здесь не меняется. То есть, скорее всего, будет просто скорость работы другая. Вот и все. Ничего другого не будет. Мы ее также здесь где-нибудь в ряд поставим. Пускай тут сбоку стоит. А мы сейчас посмотрим, как работают другие у нас аппараты. И сначала исследуем... Так, Грэнтер мы с вами выучили уже. А, Хеллинг Стейшн. Во. Готово. Забираем ее, наверное, оттащим сразу там, где наши верстаки. Основные стоят, где мы сами все изучаем и фармим. Напоминает, знаете, как у всяких парикмахерских. Стоит такой фен над башкой, что-то наподобие. Наверное, когда херово совсем просто к нему подходишь, и вот так тебя лечат. Где у нас эта штука? Сейчас провода мы ее запитаем. Иди сюда. И вот так вот. У нас как раз кинемчичка ХП нету. А ну-ка. И? И что? И что, она не работает? Слушай, она что-то не рабочая у нас. Она должна лечить, но, походу, не в этот раз. Давай какой-то импульс издай меня. Может, что, в тебя засунуть надо? Да не, сомневаюсь. Не, это не так работает. Слушай, не. Она вообще в самом себе, походу, не работает. Мы, конечно, ее поставили. И под ней могу, конечно, попробовать постоять. Но ХП вроде как не прибавляется. Вообще. От слова совсем. Ну и хрен с тобой. Так, я ее поровне пока поставил. Пускай здесь находится. Дальше. Надо теперь разобраться с этой штукой. Как она у нас работает? Где провод? Отсоединяемся. И куда-нибудь сейчас тебя здесь перешпандорим. Вот так вот. И? И, походу, все. У нее есть один соки. То есть то, что она... А, слушай. Может, надо какую-то взрывчатку на принтере сделать? В нее засадить. И, соответственно, оттуда она уже у нас будет ее подрывать. Попробуем. Только если она у нас появилась. Нет, у нас ее здесь нету тоже. Хм. Как-то странно, да? Разработчики добавили кучу разнообразной хрени. А эта хрень не работает. Вот как так вообще возможно? Зачем тогда это было добавлять в игру? Просто для того, чтобы она стояла? Ну, странно. Очень странно. А самый большой у меня вопрос. Это... Куда делся генератор? Хм. Вообще нигде нету в производстве, по-моему, да? Сейчас здесь проверим. А, блин, запятать я надо точно забыл. Сори. Вот так вот. А, нет, есть вот он на самом верху. Сейчас посмотрим хотя бы, может быть, он у нас работает. Но вот эти штуки странные, ребята. Я действительно склоняюсь к тому, что надо будет... А, смотри, да. Здесь мы забираем материал. То есть сюда мы засыпаем что-то, что бахнет. Вот с этой стороны. Да, то есть гранату. И в дальнейшем это мы сможем находить породу для того, чтобы добывать с помощью уже бура. Да уж. Не, ну, с одной стороны прикольно сделано. Только проблема в том, что это нихера не работает пока. Так, тебя мы оттащим, наверное, временно сюда, где у нас как раз-таки стоит наш снегоход. И если что, будешь здесь у нас с этим всем управиться и заправляться. Тебя же надо запитывать? Надо. Так, ну-ка, давай-ка возьмем вот этот кабель отсюда и перешпандорим его вот сюда. В смысле? Не понял. А-а-а, подождите. Скорее всего, мы его заправляем, наверное, да? Не, подожди, стоп. А как это работает-то? Я просто думал, что мы его заправляем, а потом соединяем уже. Это как аккумулятор, по сути, да? То есть мы его заправили, а от него уже заправляется наш снегоход. Не, подожди. А зачем тогда бачок здесь находится? Тоже, опять же-таки. А сюда, наверное, будет аккумулятор какие-то ставить. И это будет показывать их заряд. Давай попробуем поближе ее подставить. Вот сюда куда-нибудь. И законнектить еще разочек. Не, она не хочет с ней коннектиться. Это абсолютно разные вещи. В общем, да, я более чем уверен. Это надо будет его закидывать сюда какую-то вещь, аккумулятор какой-то, да? И от него уже будет происходить зарядка других препаратов. Или... А, слушайте, интересно, а можно от него попробовать дотянуться до сюда? Сейчас. Мы ее, допустим, поставим вот тут. И отсюда вот сюда. Слушай, они даже не соединяются. Тогда интересно, с чем она должна соединяться? Хм. Ну-ка, иди-ка сюда. Хочу кое-что посмотреть. Так, у нас здесь только фабрикатор получается. И все, да? А по поводу аккумуляторов этих самых... Так, ну это лампочка какая-то у нас. Это не то. Энергетики, лимонады, пластины, доски. Айрон спирт. Так, оружие. Тут есть все, но нет того, что нужно нам. Либо надо это исследовать, либо это... Я даже без понятия, что здесь надо с этим сделать. Я склоняюсь к тому, что... А, слушайте, а может быть надо фьюз как раз-таки делать? И закидывать его в этот самый, в аккумулятор. Да? Ой, точнее в генератор. Ну, опять же таки, мы опираемся с вами в железную проволоку. Да. Ладно, я думаю, то на этом моменте серию закончим. Да и думаю, наверное, вообще по игре есть смысл пока временно притормозить. Подождать какие-то обновления. Потому что, видите, есть огромное количество разного оборудования. Но оно просто тупо не фурыча. По мне, игра так действительно получилась интересная. Можно погулять, можно побродить. Но предлагаю временно пока поставить на паузу. Ну, либо, может быть, еще где-то походить, поизучать какие-то локации. Хотя мы с вами обошли все уже вдоль и поперек. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу всего этого дела. Если где-то у меня была какая-то ошибка, обязательно тоже об этом дайте мне знать. И я вас всех обнял, поднял. До новых встреч в новых видосиках. Всем пока!